Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот попутно сидит надеждой показывает, дескать, надо расчесаться. Я гляжу там премьер-министра Великобритании какой-то, у него вот так вот все время волосы вот так стоят. Видно, никогда не расчесывается. Ну и такая большая должность большой страны. Везде, где он выступает, он заходит. Я сначала подумал, случайный человек. Ничего не случайного. Я попутно все это. И поэтому, когда у меня суд шел надо мной, а судья задает вопрос, новый свидетель, какие ваши отношения? Какие? Недружественные. А выступает кто? Секретарь КПРФ Железнодорожного района. Один. Так, Бобров, кажется его звать, Геннадий Александрович вроде бы. Я, она спрашивает, а как? Почему они такие недружественные? А там судью называют ваша честь. Ваша честь. Я ни разу судью не называл ваша честь, а просто говорю и все. Понятно, что она одна сидит. Ваша честь. С Лапкиным я необычно так познакомился. Вот когда был здесь конгресс, Конгресс интеллигенции. Ну, это не до Барнаула только, а других мест было. Лауреат Нобелевской премии даже Джозеппе Алперов было. Ну, выходят, каждому дают слово. И вдруг я гляжу, там поднимаются. Вот этот человек. Вот за этом, простите за выражение, за дрибаном пизачке, он у меня такой есть, в валенках с галошами. Я только подумал, а этот-то зачем здесь? Среди этих очкастых, ну и они, ну, ясно выступают-то, профессора, там, академики, то другое. Но, Ваша честь, вот он заговорил, я прошептал, златоуст. Ему надо дальше меня добивать, а он забылся. А до этого только в коридоре были, он вот так подошел, вот как бы дал тебе, чтобы размазать тебя. Ну, вот мы к власти придем, коммунисты, мы вашу потерявку закрутим. Я говорю, не придете, уже приговор вынесла мировая история. Вы палачи, вы убийцы, развратители и прочее это. А тут он начал говорить, и все забыл, и вот так вот. Так вот, я когда начинаю о чем-то говорить, я сразу делаю в чем-то сравнение. Объявление утром сегодня, а сегодня у нас 2 апреля 2022 года, суббота, выставил Вячеслав Семенов, Вячеслав Сергеевич. И вот его объявление мы сейчас прочитаем, нужно показать. Братья и сестры, тут было написано, Игнатий Тихонович, я убрал. Сразу подумал, что братья и сестры, значит, Игнатий Тихонович не входит в этот реестр, он не брат, не сестра вам? Я думаю, нет, тут я выкинул. То есть, я всегда думаю, как противники могут на это смотреть и что скажут. Я эти слова выкинул. Прошу поучаствовать. Предварительно накидал объявление об издании трехтомника. Вот он лежит. Прошу проверить, исправить формулировки, ошибки, если надо. Николаю Астахову после корректировок текста оформить в красивую страничку, которая будет размещена на сайте. Дело Божие, каждый может принять в нем участие. Собираем средства на третье издание единственного, за две тысячи лет полного Нового Завета с апокалипсисом, Откровением Имана Богослова, с толкованием Святых Отцов Вселенской Церкви Иисуса Христа и 319 комментариями. Вот чем, других отказывать. Я сейчас покажу, как, вот смотри. Ой, подожди-ка, кверстная гадьба. Вот оно как. Это вот с нуля, видать там нет? Да. Вот. Теперь я показываю здесь, видите, закладки. Ну, желтая это белая означает, зеленая это синяя, но не нашлось. Венок называется и красная. Видите, как крулен корешок, как оно есть. И показать, вот. Это первый тум. Так, чтобы было видно, вот какое клише. Каждая это 752 страницы. Вот она, видите, закладка какая. Закладка там приклеивается под капталом. Каптал это, который вот так вокруг идет. А вот это вот черненькие полоски, это означает цветные раскрашенные Гюставо Дорре. Ветхий Завет Игорь Владимирович Дебунов раскрашивал, а Новый Завет двое. Наталья Николаевна Приходько и она назвала Ольга Викторовна. 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 Правильно я говорю, да. Как ее фамилия-то? Унагаева. Унагаева. Вот такое дело. И вот они все эти теперь здесь есть. Когда толкование давал Блажина Фепелак, то он доходил до откровения и останавливался. Вот я даже первую покажу страницу. С откровением не было никогда. Впервые за 2000 лит вышло полное толкование. Вот она. Святые отцы. Как она? Какой же текст? А в пейджмейкере там бывает изменяется. Особенно у меня там есть. Сейчас подгоняют под этот текст, чтобы один к одному было. Новый Завет. Вот здесь будет написано издание третье. Барнаул 2009 год, а тут 2022 год. Вот все разошлось. И вот здесь как предисловие дается. Вот. Здесь написано по благословению Преосвященного Евхихия Епископа Ишимского Сибирского. То есть это не меняется. Он благословил. А от переиздания то же самое. Так. Считателям предлагается первая книга трехтомного толкования Нового Завета. Составная Блаженно Феофилактом. В одиннадцатом веке на основании творений Яна Златоуста и иных святых отцов Православной Церкви, живших ранее. Считая эту книгу, вы обнаружите, что Блаженно Феофилакт очень часто говорит об исключительной необходимости изучения Священного Писания и обязательности проповеди для всех христиан и пастырей и мирян. Так что, если бы не указывать автора этой книги, благочестивые православные наверняка бы заявили, что это пишет Баптист или другой сектант. В связи с этим к этим словам Библии и проповеди добавлены комментарии о современном положении Православной Церкви и уклонении ее от святоотеческого пути. Приводится также толкование откровения Иоанна Богослова, составленное протеереем Геннадием Фастом в 1980-х годах на основании всех известных святоотеческих трудов с учетом и опровержением многочисленных сектантских толкований, которые были там богомилы, другие мы это выбросили здесь, а современные поставили. Все тексты священного писания даются только на русском языке. Тексты Нового Завета расставлены в соответствии с современной традицией разделения на стихи с указанием их нумерации. Ну и дальше тут адрес, первая с четверо Евангелия, вот она идет как, ну и дальше предисловие с картинками и прочее. Теперь объявление какое. Собираем средства на третье издание единственного за 2000 лет полного Нового Завета с Апокалипсисом, Откровением Иоанна Богослова, с толкованием святых отцов Вселенской Церкви Иисуса Христа и 319 комментариями мои. Преимущество данного издания состоит в следующем. Трехтомник содержит в себе первое официальное церковное толкование блаженного феофилакта на четверо Евангелия и послание апостолов с выделением мест, особенно важных на сегодняшний день. Ну, что значит с выделением? Ну, я просто покажу сейчас вот здесь. Вот нужно какое-то место выделить, меняется шрифт, ну, при том сильно заметно, что его заменили, чтобы было видно. Вот я сейчас посмотрю, особенно в первых томах тут много. Вот, тут несколько шрифтов. Вот, если, ну, считается, что из Библии написано, вот так вот, курсивом и жирным. Как отъявились, вот оно место такое. Видите, сколько здесь указаний на каждой странице глава и стих. Откуда это взято? Вот оно сколько выделено, эти слова. А вот дальше, дальше уже будем толковать. А почему? А вот почему. Чтобы заострить это внимание. Вот оно здесь как идет. Вот если ИЛ крупно, и дальше вот маленький, тут черточки видно, отделяется. Здесь Таймс, а здесь Скул, то есть другой шрифт совсем, но везде одинаково. Если нужно какое-то слово выделить, оно выделяется крупно, жирно, другим размером. Это одно, здесь второй шрифт, третий. Примерно пять шрифтов здесь разных. И впервые были раскрашены Юстава Дорре. Притом, вот здесь поля, ну, поля всегда делается просто. А здесь, чтобы больше сделать рисунок, прямо обрезано под самые. Полей нету. Это тоже было обдуманно сделано. И какие мощные картины. А как вы смеяли, он же... Да не было краски, нельзя было раскрасывать. Это гравюра. Разве Юстав Дорре был бы против-то? Мы, тем более, вот он, Сансон, как рушит храм. Это очень, очень хорошая раскраска. Вот это из знаний из рая. Вот как Бог. Видите, сколько цветов. Я даже могу показать. Вот потоп, люди как... 230 иллюстраций его. Густава Дора и 10 из классики взяты. То есть на комментарии где-то. Дальше. Каждые 752 страницы. Второе. Комментарий на Покалипсис, основанное на святых отцах Церкви Христовой и собранное магистром богословия протеереем Геннадием Фастом. Он в Абакане, Хакасия. Там храмы Константина и Елены служат. Недавно он в Барнауле был. У Шевкунова, там, митрополита Тихона. Там, в Москве. Он преподает. Он бывший преподаватель Томского университета. Физик-математик. И в моем доме мы беседовали. Он менонит, немец. И он обратился к Богу. И он нигде это не скрывает. Все это говорит. Меня называют там отцом и прочее. Так. Геннадием Фастом. Опровержение всех современных сектантских заблуждений. Третье. 319 комментариев. Прославлено православного проповедника и исповедника Игнатия Тихоновича Лапкина. Показывающий, в каком состоянии мы, называющие себя православными верующими, находимся сегодня. И что нам делать, чтобы исправить это положение. Это не просто книга, которая просто для чего-то. Эти комментарии особенно важны для священства и учителей церкви. Можно с полной уверенностью заявить, что всякий, кто внимательно и с благоговением прочтет данное трехтомное толкование Нового Завета, уже не будет тем, каким он был до этого. Такое действие имеет. Комментарии печатаются другим шрифтом, чем Новый Завет, и толкование отделяется двумя буквами Л и двумя полосками. Впервые в книгах будет 230 гравюр библейского содержания Густава Даре. Нами раскрашены и 10 рисунков из классики для пояснения к комментариям. Книги сшиты, а не склеены. На всетной бумаге, а рисунки намелованы. В полный лист, без чистых полей. С круглением корешка, с закладками света российского флага. Белое в первом томе, во втором синий, в третьем красный. Планируется издать 5000 экземпляров трехтомника. Это 15000 книг по 752 страницы в каждом томе. На сегодня себестоимость издания одного трехтомника, третьей книги, около 3000 рублей. Вот три книги, вот это вот. Алия сейчас там продает за 5000 уже срок продает. Евгений там объявляет. Но не более. Сумма может меняться только на уменьшение. Итого, предварительно издание книг обойдется в районе 10 миллионов рублей. Условия участия в издании книг следующие. Кто какую сумму перечислит, тот соответственное количество книг может получить. После издания оплата доставки книг оплачивается отдельно. Курьер, плюс упаковка, плюс почтовые. 10% книг пойдет автору-составителю Игнатию Тихоновичу на подарки для других. Из прошлых изданий более 70% книг были подарены нами в 650 библиотек мира, священству, на дни рождения детям, на бракососочетания и правителям мира. Ну, маленько. Можно это время пободрствовать, по-настоящему, помолиться. Для перечисления суммы связывайтесь с Еленой Александровной Гладыщук. Такой-то телефон ее. 7-961-240-06-35. Ватсап, телеграм. Так, там и получите все инструкции по способу перечисления денежных средств и внесения у вас в базу участников. Это необходимо, чтобы вести учет от правителей. Также просим молиться об этом деле. Это вы можете молиться. Не спать. Сумма большая, и поэтому надеемся на силу Божию. Если по каким-либо причинам издать книги не удастся, то все средства будут направлены по вашему указанию. Никто из организаторов себе не берет ни копейки, да и сохранит этого Господь, чтобы постигать на Божье. Это мы все сказали. Дело в том, что ошибка вон. Да. Вон книги на написано, надо не. Так, книги. Издать книги не удастся. Не, вот здесь вот, да. Так это, кажется, мне это там закрыто все. Сейчас вот так вот я сделаю. Это выходит копировать. Вот здесь вот я делаю и ставить. Вот не. Миную, чтобы не снимать это. Так, благодарю. Никто из организаторов себе не берет ни копейки. На издание Нового Завета с толкованием допустимо жертвовать и десятину. Но при одном условии, что все изданные на десятину книги жертвователь не имеет права продавать, но только дарить. Я хотел показать, что книги, когда писали, знаете, о Гарри Поттере, о колдунах печатали. Ее звать Роулинг Джонсон. А на самом деле она Кэтлин ее звать. Вот она сама писала там про волшебников и прочее. Она заработала на этом. А одна разведенная приходила в столовую где-то пообедает. И ребенок у нее на руках. Она писала там. Ничего нету. Очень бедная была. 560 миллионов стерлингов. А это 560, а то умножить, я не знаю, но минимум на 5 надо. То есть она уже владеет миллиардами по нашим рублям. И сколько она написала всего. Вот за эту только одну, кажется, 500 миллионов получила за Гарри Поттера. Самые 500 миллионов экземпляров. Вот что. Самое распространенное. Люди кинулись, что-то можно сделать. Колдун будет, по-моему. Ну то есть люди где-то там. Очередь занимались ночью. Говорили, завтра вторая книга, продолжение Гарри Поттер. Фильмы ставят. Она все на себя взяла. И режиссуру. И вот. То есть я хочу показать, что это дело не совсем такое, что писатель-то на что бы жил. Мне ни одна копейка не попала от того, что 38 томов книг. Я 9 лет, кажется, беспросыпно. Какие книги, что сказано, какая польза. И вот это теперь все 5000. Ну какой это экземпляр-то 5000. Когда у нее 500 миллионов экземпляров. Ну даже, ну копейку. Ну один вот этот, один комплект. Он перетянет сотню этих рулингов Джонсон. Вот. Джан. Это Джан, по-нашему я так подумал. Это, видимо, Иоанна. Иоанна. Жанна. Звать ее так. А на самом деле она какая-то. Ну для меня это мы всякие разные псевдонимы берут. В этом не день. Я просто взял ее показать, что на книге мы не накладываем ничего. Нигде. И вот сейчас, если Господь благословит, то в понедельник постараемся, чтобы уже опубликовано было в интернете. И дальше будет как. Что-то, может, мы не досмотрели. Если есть какие-то у вас предложения, дайте. Что бы сделали не так. Тем более вы рядом. Все. Теперь еще раз покажу, как они выглядят в книге. Вот оно как выглядит. Видели? Вот так вот стоят. Недавно интервью брали. Священник Андрей Откащева. Это он показывает. Наши книги вот так стоят. Кисть в православии рядом. И для Слова Божия нет ус. Они одни. Чего стоят? Вот оно как. И здесь, как видать, я уже со всех сторон показываю ее. Повторяю. Одинаково во всех. Но разве может быть одинаково? Ну, где было не одинаково, мы маленько что-то добавили. Допустим, достоверно ли Евангелие профессора Владимира Филимоновича Марцинковского? В одном месте прям совсем не хватает. Я поместил поэмы Державина. Гавриила Романовича. Да, это ровно 752 страницы в каждом томе. Ну, все. Вот такое объявление запустим в мир. Благослови Господи и помилуй.